Фото шпионские игры и сучи войны. Оглядываясь на прошлые годы, начинаешь сожалеть о тех временах, когда были в нашей повседневной жизни поклонения к страшим, честь семьи, национальные ценности и традиции. Где все эти ценности в благородности, держание данного слова, уважение к семье, ее традициям, святости, любовь и преданность к родине и многое другое. Но, к сожалению, в настоящее время, многие эти ценности, к сожалению, стерлись. Ладно бы, если это было в Европе и Америке. Но разговор идет о нашем регионе всего Кавказа. И в первую очередь Южного Кавказа. Так как все эти ценности всегда у нас ценились и почитались. Но, к сожалению, эти грани стираются с помощью современного электронного сегмента. И в первую очередь на интернетном пространстве. Когда забыв о семьях и ее ценностях, начался отборный мат и фото войн между нашими азербайджанскими блогерами и армянскими оппонентами и врагами из блогеров и их армянских подписчиков. А так как Армения до сих пор держит наши земли под оккупацией, то, следовательно, она наш враг. Но когда выставляются фотографии из семейного фотоальбома, то это непозволительно и возмутительно. Которые я считаю отвратительным и подлым поступком. Мужчины должны разбираться между собой, а не впригать и войти подлые и пошлые фотошпионские игры. Не хочу кого-то осуждать. Так как это беспреспективное дело. Так как каждая сторона будет считать себя правым в этой подлой и сучей войне компроматов и доносов. Хотя я всегда говорил, и сейчас повторюсь, что армянину верить, значит себя не уважать. Так как там, где появляется армянин, правда исчезает. Начинается ложь, грабеж и провокации. Армяне, в основном своем, это переселенный народ из Турции и Ирана на земли Южного Кавказа. И в основном и Выреванское, Карабахское, Нахичеванское и Гинжинские хаства. И следовательно они не автохоны Кавказа и они не кавказцы. Поэтому им и в основном не понять обычаев и традиций народов Кавказа. И лично я в большинстве армянах сильно разочарована и не верю им. Эх, я хорошо знаю. Так как в свое время они с нами долгое время жили по соседству. Были среди них небольшое количество неплохих соседей. Но большинство из них оказались канченными дошнаками. Об этом мы узнали позже. И самое интересное то, что большинство нынешних армян-блогер как раз таки являются жителями Баку, Сумгаита, Гинджи и других регионов Азербайджана. Но вы обратите свое внимание на то, что как раз то самыми подлыми и гнилыми являются наши армяне-шуртвадцы. Да-да, именно наши армяне, которые стали шуртвадцами. А что означает это слово, то думаю лучше объяснят ереванские армяне. Которые дали им это имя. И у этих нелюдей хватает смелости обвинять нас во всех грехах. Армяне, совесть то у вас осталась. Или где оно было, у вас выросли рога. Мы азербайджанцы, к вам и ко всем нашим согражданам из других национальностей относились всегда очень хорошо. И никогда вас и других наших сограждан от себя не отделяли. Но вместо благодарности к нам, вы армяне нас придали и ванзили ножа в спину. Но самое страшное то, что нас же и виноватыми хотите выставить. Вот поэтому, вы армяне для нас потеряли самое главное, что есть. А именно человеческое доверие. А то, что вы как маленькие дети говорите о каких-то фото и других подлых и гнилых поступках в этих шпионских играх, а с нашими блогерами как победа, смотрится пошло и очень низко. Разве в этих так называемых вами победах есть что-то имеющее государственное значение? Ну и что, что выставили какие-то фотки? Оно что, имеет какую-то секретную ценность? Но вы как дети устроили такой хвалебный пиар, как будто нашли вакцину от кариновируса и радуетесь этому смешному, но для вас уге ромному успеху. Но ведь все это обыденности не стоит и ламанного гроша. Так чему же вы радуетесь? Ясно и то, что идет информационная борьба между нашими сторонами. Но нельзя опускаться до такой низости. Ясно и то, что этой информационной войне и борьбе не будет конца, пока мы не освободим все наши земли. На этот счет нет и не может быть второго мнения у нашего народа и верховного главнокомандующего. И считаю, что все наши споры про Карабах и многое другое решится на поле боя. И другого пути видимо нет. Но я бы пожелал бы, чтобы мы вели эту борьбу как мужчины между собой, а не впрягать в нее наши семьи, родных и близких. А иначе, не надо забывать, что какой привет, то и ответ будет таким же. А чтобы не оскорбиться, тогда и самому не надо оскорблять никого. Также хочу обратиться и нашим. Да, Армения, а к нам недружественная и вражеская страна. Но мы не должны в нашей терке впрягать родных и близких. А теперь хочу высказаться насчет нашего уважаемого лично мною Джокера Вагифа. Конечно же он не нуждается в моей защите. Так как достойный человек и правильный по жизни, он сам себя способен защитить и наказать того, кто хотел бы его оскорбить. Дело в другом. Недавно я слушал скайп наших патриотов про эту тему фотошпионской войны. Когда ведущий заявил, что Джокер, конечно, много хорошего сделал, но и у него немало и косяков. И в чем я не полностью согласен и попытаюсь пояснить, почему так считаю. Косяки бывают разные. Хотя оно и звучит на жаргоне, но имеет определение двух смыслов. Косяк можно отнести как к двум категориям. Первое – это неосознанный проступок, а второй – как осознанный поступок. И мера ответственности и спроса за нее соответственно разная. И прав Джокер о том, что не ошибаются те, кто ничего не делает и не говорит. Хотя при желании и до них можно докопаться. Но он признается в том, что возможно иногда под шафи и при стрессе что-то лишнего сказал. И он не отрицает свою оплошность. Что можно приветствовать. Но он же, как некоторые, не занимается двуличием и оскорблением своих. А говорит то, что думает и считает нужным. Надо бояться не таких людей, а этих тихушников с двуличными лицами. Но самое странное то, что эти наши патриоты почти не видят таких косяков из наших, которые не лезут ни в одни рамки. А я у них хочу вот о чем спросить. Мы, конечно, не как армяне будем покрывать грехи своих и при этом молчать. Потому что армяне такие, лгут и покрывают своих. Но они также не льют уш от грязи друг на друга хотя бы в роликах и в комментариях. Если вы патриоты видите косяков Джокери, то почему не видите это в своих друзьях и не друзьях из наших. Когда один мною неуважаемый Аксакэля с посидевшей головой выставил себя на всеобщее посмешище. Крича, чушки, с закатыванием глаз. И эти оскорбления части нашего народа у него почти систематические. А другой наш умник по пьяной лавочке сливает и поносит наших блогеров и своих подписчиков. Другой странный человек считает наших и в Иране братьев ничем. А одного, живущего далеко за границей, оскорбляют армяне и их друзья. Но он как-то странно не отвечает им. И что же вы, наши патриоты, подходите к Джокеру предвзято, а у кого косяков намного больше, не хотите замечать. Не говоря о том, что вы ни разу не высказали о их косяках, но даже не пожурили их. Так и хочется спросить у вас патриотов. А почему у вас такая избирательность в своих и чужих? Или по-вашему кто-то нас может оскорблять и им все сойдет из рук, а кому не положено это делать? А теперь вам совет. Если хотите быть справедливыми и чтобы вам не делали замечаний, то надо подходить справедливо ко всем вопросам в отношении своих. А так легко критиковать этого мангурта, маргиналы человека непонятно кем себе считающего. У которого в крови течет 4-5 народов. Который сам не знает, кто он, хотя он и обращается к нашим и считает себя нашим, но это не так. Ну как можно его считать нашим, если он не признает наш флаг, веру, музыку. Который больше не то что атеист, а скорее космополит. И этот шуртвац, ни разу не выразил свое слово солидарности насчет 20 января, оккупации наших земель, и геноцида в Ходжиллах. У которого мнение, совпадает почти с мнением армян. И у которого на каналах на 98% слушателей и пишущих комментарии армяне. И этот гад и не азербайджанец, ведет дружбу с нашими заклятыми врагами. А еще как последняя сука, сливает им информацию. И при этом опять себя считает нашим. Хотя я ему не раз говорил, что он ни под каким критерием не подходит и близко к нашим. Он близок и к вашим армянам. Также легко критиковать одного блогера из Баку. У которого сомнительная политика типа того, и вашим и нашим, давай спляшем. Который также сучит и сливает информацию армянам. Впрочем, как и получает от них. Но при этом считает, что он прав. Конечно же вам, патриотам, их критиковать легче, чем своих друзей и приятелей. Но это неправильная политика. Так как вы этим даете еще больше повода над вами потешиться. Хотя пора бы выработать общую стратегию в борьбе с армянской лживой пропагандой. Мы не вправе уступать армянскому агитпропу. И думаю, что пора скоординировать все действия и приступить к общей стратегии. Иначе, нас будут ждать новые и неприятные сюрпризы в этих фотошпионских и сучих войнах. А нам это надо. Я ни фейк и не скрываюсь. При желании задать личные вопросы, готов ответить. Мой телефон 070-240-34-47. Автор Габель Мерзоев.